Музыка Что касается южной части города, наверное все обратили внимание, что денежные средства и сами по себе работы, они являются на самом деле беспрецедентными. Вот я не припомню такого, вспоминается, по-моему, 2006 или 2007 год, когда в районе магазиновый селек меняли участок сети, но там суммы были гораздо меньше. То есть я уже об этом неоднократно говорил, что на ремонт магистральных сетей 40 миллионов рублей, из них 30 миллионов рублей средств областного бюджета. То, что были выделены, опять же, впервые за последние годы, поскольку сети являются муниципальным имуществом 3 миллиона рублей на ремонт, изоляцию тепловых труб, значит, на погонных метрах 3 тысячи 996 тысяч. Это тоже является беспрецедентными. Ну и тоже масштабные работы прошли по... и идут, и продолжаются идти, потому что слабые участки мы определили. Это, конечно, внутриквартальные сети, это и 2-й микроюн, и Божово, и в районе 6-го теплового. Ну многое, по Чехово, по Трояне и так дальше, и так дальше. Такого за последнее время не было. Что касается самой котельни, вот сегодня на штабе руководитель филиала новой энергетики Александр Волшебаранов сказал о том, что к пятнице все работы закончатся, и они очень важная работа, потому что действительно, вот, опять же, не один раз уже говорили, что здесь была бригада ученых по старому УГТУ-УПИ, значит, по новому Суральского федерального университета, который выдал свои рекомендации, и слава Богу, что эти рекомендации, они претверены в жизнь. Что касается новых компаний, ну, опять же, вот, если посмотреть по ремонту магистральных сетей, то компания, которая выиграла аукцион на эти виды работ, Гидроэнергопром, Екатеринбургская компания, ну, многие уже не заметили, отметили, значит, что они работают, у них несколько другие подходы, то есть все это было огорожено по нормальному листом, значит, вывозился вовремя грунт, минимальные потери для благоустройства, ну, и следом тут же идет уже новое благоустройство, вот, если ехать в сторону городской больницы, то левая сторона, она уже действительно похожа на центральную улицу, я вот сегодня утром проехал, и газоны разбиты, и к каждому магазину сделан проход, и бордюрный камень, ну, на мой взгляд, качественно очень выставлено, поэтому вот они до конца недели должны закончить, осталось резать две задвижки, до конца недели должны закончить и благоустройство в том числе, единственное, некоторое опоздание, это связано с задержкой по поставкам трубы, это будет вот на ремонте магистральной сети в районе Крылово-Бажорах, ну, отставание будет, ну, на пару дней максимально, то есть 13-го должны были закончить, обещают, вот опять же, сегодня на штабе мы это обсуждали, к 15-му числу, плюс время на заполнение сети, ну, мы выходим на, вернее, 17-го числа доделают, и пару дней на заполнение сети, это получается 19-го числа, это что касается южной части города, ну, по прогнозу, вроде бы, температура нормальная, не очень холодная, вот, поэтому я еще раз хотел бы акцентировать, что ли, что денежные средства и на ремонт сетей, и на ремонт магистральных сетей, и на ремонт квартальных сетей, на работы по модернизации котельной в этом году выделены беспрецедентно, я думаю, что все эти работы приведут к тому, что будет нормальный тепловой режим, ну, и на самом деле, я очень надеюсь на это, что уменьшится существенно количество аварий, а те компании, которые сейчас занимаются в южной части города, они себя показали, ну, показали на самом деле хорошо, и все трудились, кто-то лучше, конечно, кто-то хуже, но если в целом брать среднюю оценку, что ли, то потрудились хорошо. Сейчас главное закончить все то, что начали, организованно войти в отопительный сезон, естественно, поначалу это будут объекты соцкульпт-быта, дальше пойдет жилье, ну, и минимизировать количество заявок, связанных с завоздушиванием, связанных с неисправностью арматуры, и так дальше, и так дальше, с тем, чтобы уже, когда действительно наступит, холодает, мы же на Урале живем, это может быть и конец сентября, может быть начало октября, с тем, чтобы уже был нормальный тепловой режим. Но я очень надеюсь на то, что работа в этом направлении будет продолжена, я уже как-то говорил тоже в одном из своих выступлений, что на будущий год нам по оценке расходных полномочий выделена, подтверждена Министерством финансов Свердловской области сумма на проведение работ по энергосбережению в размере 88 миллионов рублей, в этом году был нолик, вот, а под эти работы, это и строительство газовой котельной, и ремонт магистральных, квартальных, тепловых сетей, работы по модернизации котельной. Кстати говоря, первый опыт в этом направлении у нас уже есть, модернизирована котельная в селе Мрамборск, которая прошла пусконаладочное испытание, и сейчас уже работает в режиме эксплуатации, действительно, эффект уже виден. Видео. Субтитры создавал DimaTorzok